Приветствую вас. Вопрос у нас в данном случае без вопроса снова. Вопрос касается интимных отношений после рождения ребенка. Значит, был разговор с мужем по поводу того, что у нас нет секса после рождения ребенка. А секса нет полтора года плюс девять месяцев на обгнашивание. Но там три раза было что-то. Кот мне сказал, что он любит меня как родного человека. Видимо, у нас что-то с сексуальностью, что говорю. А раньше, что тогда, что было это? Что-то начал нести про то, что ему нужно сходить к психологу. У меня все оборвалось после слов о родном человеке. Это как серпан по сердцу, мне кажется, это конец. Да, я выгляжу не так, как раньше, но в целом осталось точно такой же. Просто из ребенка я сильно устаю. Готовка, уборка это дураку. Понятно, когда идем куда-то, я собираюсь как всегда прилично. Я понимал, что два года без секса тяжело. Меня уже трясет, как хочу нежностью и теплотой. Но в мозгах сидят два года. Значит, муж же что-то не устраивает, это я понимал. И его пару раз типа он пытался что-то пропонять, но по сравнению с ним как раньше он пытался, и как сейчас было шалко секундное представление. Я смутился, ничего не было. Как-то так. И что с этим делать или не делать, ничего. И так все понятно. Смотрите. Я думаю, что вы в этом смысле переживаете совершенно нормальный и обычный кризис в отношениях после рождения ребенка. То есть это нормальная история абсолютно. Вот. Здесь нет чего-то такого прям сверхнеобычного. Вот. При, в общем-то, работе, да, при, при, так скажем, психотерапии, да, вот, а это достаточно легко купируется. Вот. Здесь достаточно легко корректируется. Вот. Если, конечно, у вас есть вот желание этим заниматься. Вот. В первую очередь надо сказать, что у вас есть проблематика, как мне кажется, с уверенностью в себе и с наценкой. Вот. Потому что вы больше внимания уделяете тому, как мысль представил раньше, как он предстает сейчас, а не тому, что он, вот, ну, скажем так, в принципе, да, проявляет к вам интерес. Вот. На мой взгляд, это, конечно, куда более-более бросается в глаза, нежели вот с тем, если здесь, в принципе, ваше желание это планировать. Второй важный момент это то, что вы действительно устаете с ребенком и, на мой взгляд, здесь нужно в первую очередь разгрузить вас, на мой взгляд, здесь нужно в первую очередь, ну, как бы оставлять силы, да, то есть как-то вот организовать, можно сказать, вот свой быть, да, так, чтобы вот вы не уставали, чтобы вы могли тратить энергию, да, в том числе и на себя. Вот. Если вы устаете, это всегда чувствовать, это всегда замечать, это всегда счастье, вот этого, как бы, в данном случае никуда не сбежать. Вот. В-третьих, вы почему-то очень сильно обесцениваете своего мужа, обесцениваете то, что он чувствует, вот, не говорите ему о своих чувствах, что вам хочется, а вместо этого переходите, как бы, вот, к обвинениям, да, к, там, упрекам и так далее. Вот этот момент тоже очень важен, потому что упреки, упреки и обвинения, это, по сути, история про ваш страх сталкиваться, сталкиваться с определенными, ну, вашими собственными переживаниями. Вот. И очень важно, чтобы вы замечали свои чувства, говорили об этом мы же, без обвинений, без упреков, чтобы вы сталкивались, сталкивались со своими чувствами, вот. Следующий момент, это, конечно же, конечно же, то, что вас объединяет с супругом, да, то есть, иными словами, если у вас довольно мало общего, то, естественно, будет, ну, сложно достаточно организовать какое-то вот, ну, взаимодействие, да, организовать сложно будет достаточно, какое-то нормальное общение, поэтому посмотрите на то, что вас сейчас объединяет, посмотрите на то, как вы сейчас общаетесь со своим мужем, вот, посмотрите на то, как бы, что вас связывает помимо ребенка. На мой взгляд, вот, очень много пар, да, как бы, вот, в процессе, процессе ухаживания за ребенком в первые годы его жизни, да, в общем и целом, действительно теряют контакт, теряют взаимодействие, это правда. И связано это с тем, что люди, вот, переключая свое внимание, отходят от хороших, таких привычных моделей взаимодействия. Связано это с тем, что мужи часто ревнуют к ребенку, ну, мужчину, вот, связано это с тем, что женщина, вот, очень сильно устает, да, то здесь важно находиться в контакте друг с другом, а этого, вероятно, не происходит. Контакт друг к другу – это открытое выражение своих призываний, чего, опять же, в ваших реалиях нету, потому что вы, как бы, накидываетесь на мыши за субвенение. Поэтому я бы сказал, что если ваш муж хочет обратиться к психологу, пусть обращается, ничего плохого в этом нет, вам бы тоже бы работать с самооценкой, но самый лучший вариант – это, конечно, обращение к семейному психологу, вот, обращение именно к семейному психологу и работа непосредственно с вами, как с парой, чтобы таким образом помочь вам лучше друг друга понять и сохранить отношения, а также выразить, помочь вам выразить все ваши чувства. психолог это сделает. А с психологом это гораздо легче будет, вот, чем, ну, то, как вы пытаетесь это сделать сейчас, да. так сейчас, 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 вот, ну, в данный момент вы это делаете, ну, вот, как бы максимально, ну, на мой взгляд, деструктивно. Вот. И я, в общем-то, понимаю, что, может быть, на данный момент, по-другому вы не можете на данный момент, по-другому у вас, ну, вот, не получается, вот. Ну, тем не менее, работать с этим, с этим необходимо. Вот. Ещё важным, а, моментом, как мне кажется, является именно то, вот, чтобы вы сами обратились к психологу, чтобы вы сами поработали, ну, вот, надо, ну, над собой, да, вот. Это также очень важно, как мне, как мне кажется, вот. А вот, в принципе, наверное, то, что я бы хотел здесь сказать. То есть, такая вот получается, в данном случае, панорамная, история панорамной такой ответ, который вот вам можно дать. А именно, вот, с точки зрения психологии. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Сформулируйте, пожалуйста, свой запрос, свой вопрос. Это очень важно. То есть, чего вы хотите. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Всё. Всё.